Весна, время преображения. Ели и липы попали в руки парикмахеров. Санитарная обрезка началась на площади революции в Челябинске. За пару недель улучшат внешний облик более чем 500 деревьев. А сколько высадят новых и не пострадают ли здоровые растения? Наш корреспондент выяснял. Ветки спиливают, щепки летят. С 9 утра бригада из семи рабочих, вооружившись электропилами, убирает сухие ветви деревьев. Каждое растение перед этим тщательно осмотрели. Решение по каждому конкретному экземпляру должен принимать специалист. Он называется дендролог. Чтобы оценить состояние дерева. Это может быть бригадир той организации, которая занимается здесь обрезкой. И поскольку речь идет о санитарной обрезке, то есть об оздоровлении дерева, то убираются, согласно критериям санитарной обрезки, только сухие, пораженные, то есть больные ветви, сломанные. А еще и те, которые не дают возможность развиться кроне и сильно запутались. Всего в перечне оценки деревьев 15 пунктов. Обращают внимание на уплотнение грунта, наличие грибков и отслоение коры. В плане за две недели улучшить 420 растений в сквере у фонтана за памятником Ленину и 100 на театральной площади. Будет санитарная подрезка 520 деревьев, высадка кустов кизильника, 540 кустов. Потому что у нас в некоторых местах тротуарные дорожки. С одной стороны кизильник растет, и мы ему формовочную подрезку делаем. Он выглядит очень достойно. А с противоположной стороны, по самым разным причинам, кизильник погиб. Сейчас мы все это восстанавливаем, чтобы живая изгородь была у нас с обеих сторон тротуарных дорожек. Чтобы привести зеленые насаждения в порядок, потратят 2,5 миллиона рублей. Высадят в Челябинске и новые растения. 1300 деревьев и 300 тысяч кустарников появятся на 15 улицах столицы Южного Урала. Иван Лежнин, Кристина Никитенко, Андрей Федотов, ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова